Здравствуйте! Я студентка Балаковского медицинского колледжа, специальности сестринского дела, 624 группы, 2 курса. Я хочу вам показать презентацию технологии распознавания лиц. Будущее настало. Актуальность. Задача распознавания лиц становится все более актуальной. Есть множество мест, где целесообразно применить систему распознавания лиц. Наиболее известными областями применения являются безопасность и криминалистика. Но существуют и другие области применения. Цель – изучить технологию распознавания лиц. Задача – узнать, что такое распознавание лиц, узнать, в каких областях используют распознавание лиц. Анализ методов выделения лица на снимки. Поинтересоваться развитием технологии распознавания лиц. Выявить плюсы и минусы распознавания человека по изображению лица. Что такое распознавание лиц? Это один из наиболее перспективных методов биометрической бесконтактной идентификации человека по лицу. История. Попытки научить компьютер находить лицо на фотографиях проводилась еще с начала 1070-х годов. Было испробовано множество подходов, но важнейший прорыв произошел существенно позднее создания в 2001 году метода каскадного бустинга. Где используют технологию распознавания лица? В прошлом системы распознавания лиц находили применение в основном в сфере правоохранения, поскольку органы использовали их для поиска случайных лиц в толпе. Некоторые правительственные учреждения также использовали подобные системы для безопасности и для устранения мошенничества на выборах. Категории технологии распознавания лиц. Задача обнаружения лица на изображении часто является первым шагом в процессе решения задачи более высокого уровня распознавания лица, детали лица и его мимики. Существующие алгоритмы обнаружения лиц можно разбить на четыре категории. Эмпирический метод. Метод характерных и инвариантных признаков. Распознание с помощью шаблонов, заданных разработчикам. Метод обнаружения по внешним признакам обучающей системы. Эмпирический метод. Метод характерных и инвариантных признаков. Распознавание с помощью шаблонов, заданных разработчикам. Метод обнаружения по внешним признакам обучающей системы. Самые простые правила. Центральная часть лица имеет однородную яркость и цвет. Разница в яркости между центральной частью и верхней частью лица значительна. Лицо содержит в себе два симметрично расположенных глаза – нос и рот, резко отличающиеся по яркости относительно остальной части лица. Методы характерных и навариантных признаков, базирующиеся на знаниях спи снизу вверх, образуют второе семейство способов декоратирования лица. Основные этапы алгоритмов этой группы методов Детектирование на изображении явных признаков лица – глаза, носа, рта. Обнаружение – границы лица, форма, яркость, текстура, цвет. Объединение всех найденных и навариантных признаков и их верификация. Распознавание Распознавание с помощью шаблонов заданных разработчиков. Шаблоны сдают некий стандартный образ изображения лица, например, путем описания свойств отдельных областей – лица и их возможного взаимного расположения. Два вида шаблонов. Деяформированные – деяформированные. Шаблоны заранее запрограммированы. Необычайно используются крыляция или нахождение лица на изображении. Методы обнаружения лица по внешним признакам. Методы обнаружения лица по внешним признакам. Методы, при которых необходимо провести этап обучения систем путем обработки текстовых изображений. Изображение или его фрагменты ставятся в соответствии некоторым образом. Вычисленный вектор признаков, которые используются для классификации изображений на два класса – лицо и не лицо. С холастика – каждый сканируется окном и предоставляется векторами ценностей. Плочная структура – изображение разбивается на пересекающиеся или не пересекающиеся участки различных масштабов и производится оценка с помощью алгоритмов оценки веса вектора. Как работает распознавание лица в бизнесе? Постребованность в бизнесе напрямую связана с повышением недоступности технологий. Механика проста. На всех предприятиях и во всех организациях стоят камеры видеонаблюдения, которые используются как инструменты для сбора данных и последующей аналитики. В мире система наблюдения снимает за месяц терабайты в видео в формате Full HD. То есть информации для обработки накапливается действительно много. Плюсы и минусы. Распознавание человека по изображению лица имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами идентификации человека. Первое. Не требуется специальное или дорогостоящее оборудование. Второе. Не нужен физический контакт с устройствами. Не надо ли к чему прикасаться или специально останавливаться и ждать срабатывания системы. В большинстве случаев достаточно просто пройти мимо или задержаться перед камерой на небольшое время. К недостаткам распознавания человека по изображению лица следует отнести. Сама по себе такая система не обеспечивает стопроцентности надежности идентификации. Там, где требуется высокая надежность, применяют комбинирование нескольких биометрических методов. Распознавание лица неэффективно, тогда, когда значительные изменения, например, и вследствие несчастного случая, делают невозможным даже человеческую визуализацию. Кроме того, система может ошибаться из-за ряда других факторов. Мюйки, освещение и угла зрения. Биометрия – это система распознавания людей по одной или более физическим или поведенческим чертам. Трехмерная фотография лица и или тела – образец голоса, отпечатки пальцев, рисунок веной руки, группа крови, специальное фото роговицы глаза и т.д. Технологии распознавания лиц в медицине. Значительные успехи использования технологии распознавания лиц можно проследить и в этой сфере. Так, благодаря тщательному изучению и анализу лица можно Более точно отслеживать употребление пациентом лекарств. Находить генетические заболевания, такие как синдром Диджорджа, с вероятностью успеха 96,6%. Контролировать процедуру обезболивания во время совершения каких-либо врачебных помешательств. Спасибо за внимание! Продолжение следует...